Сегодня я буду говорить про Oracle Standard Edition. Немного обо мне. Я работаю консультантом по базам данных Oracle в компании Pitian. Работаю последние 4 года. До этого я работал инженером по производительности и занимался оптимизацией производительности систем, построенных на Oracle, WebLogic, Java и так далее. И до этого я был разработчиком, Oracle и Java разработчиком. Это было давно. Вот. Да, у меня есть несколько, некоторое количество эксперименса с Oracle и Java. Я последнее время занимаюсь и увлекаюсь вопросами архитектуры и производительности. Вот. Немножко пишу в блоге, но чаще всего в Твиттере. Про компанию, в которой я работаю. Это компания канадская, головной офис в Оттаве. И мы занимаемся поддержкой систем, которые работают с критически важными базами данных у разных заказчиков, в основном североамериканских. Мы поддерживаем базы данных Oracle, MS SQL, MySQL, в последнее время еще и Кассандра. Плюс занимаемся некоторыми смежными вопросами, такими как DevOps, SRE и так далее. Вот. Дисклеймер. Я сказал, что я консультант по базам данных и формально я DBA, но я занимаюсь не только вопросами, которые характерны для типичных DBA. Я занимаюсь типичными DBA задачами менее 50% своего времени. Вот. Помимо этого, когда я работаю с Oracle, я в основном работаю с Enterprise Edition. И если я вижу какого-то клиента с Oracle, то вероятность 95%, что это будет Oracle Enterprise Edition, а не Standard Edition. То есть соотношение между стандартом и энтерпрайзом не в пользу стандарт явное. И все, что я здесь говорю, это мое мнение. Вот. Оно никак не связано с моим работодателем, ни с кем и так далее. Вот. То есть фактически я хочу рассказать о тех возможностях Oracle, которые есть в Enterprise Edition, но которых мне сильно не хватает в Standard Edition. И расскажу немного, как можно эти возможности, ну, скажем так, поиметь частично в Standard Edition и что можно сделать. Итак, начнем. Enterprise Edition, как я уже говорил, это дефолтная инсталляция Oracle обычно. Она включает в себя огромное количество возможностей. Когда мы начнем, когда я смотрю на список возможностей Oracle в Enterprise Edition, я понимаю, что я не знаю, наверное, о половине этих возможностей ничего. То есть я когда-то видел это название, но я большую часть этих возможностей на самом деле не использовал. Вот. А помимо стандартных опций в Enterprise, есть еще масса фич, опций, паков, как угодно назовите, которые предлагает Oracle за дополнительные деньги. В частности, это секционирование, в частности, это Active Data Guard, в частности, это Advanced Compression, Real Application Clusters и так далее. На самом деле их очень-очень много. И также предлагаются всякие дополнительные паки-опции. Самые распространенные — это Diagnostics и Tuning Pack. Вот. И, как я уже говорил, Enterprise Edition — это та редакция базы данных, которая используется чаще всего у клиентов. Стандарт Edition. Стандарт Edition имеет очень сильно урезанные возможности. Когда вы откроете документацию и посмотрите на список, ну, есть такой раздел в документации Oracle, который называется Feature Availability by Edition, то во многих строчках у Enterprise будет стоять значок Yes, и у подавляющего большинства опций у стандарта будет No. То есть количество опций, которые отсутствуют в стандарте, лично оно очень-очень велико. Я думаю, что не стоит пытаться найти логику в том, какие опции стандарта есть. Точно, каких опций Enterprise нет в стандарте. Вот. И мое самое главное ощущение от того, как, ну, и для чего Oracle продвигает, и для чего Oracle использует стандарт edition — это для продвижения своей основной базы для Enterprise Edition. То есть если клиент работает со стандарт edition, то с большой долей вероятности в какой-то момент он захочет переехать на Enterprise, скорее всего. И у меня было как минимум два клиента, которые были на стандарт edition, которые работали, работали, работали до определенных объемов данных, и после этого переехали на Enterprise. Разумеется, не просто так, это был еще дополнительно апгрейд, это там еще какие-то изменения. в системе. Но это факт. То, что клиенты на стандарт edition, скорее всего, если они остаются с Oracle, то они пойдут на… и будут апгрейдиться на Enterprise Edition в какой-то момент времени. Так. А новые фичи? Вот несмотря на то, что большого количества функционала в стандарт edition нет по сравнению с Enterprise, да, но новый функционал все равно добавляется. Например, если вы посмотрите на вот версию 12.2, то в этой версии появились такие функции, которые называются approximate query processing. это аналитические функции, которые позволяют вычислять приблизительные агрегаты, да, очень-очень быстро с использованием алгоритмов, которые не требуют ни сортировки, ни группировки, да. То есть если вам нужно, например, вычислить какой-то сложный репорт приблизительно, да, вам не нужно знать точные результаты, то вы можете использовать эти… этот функционал в Oracle. Так вот он есть, появился в Enterprise Edition 12.2, и он также есть, например, в Standard Edition 2. Вот. Точно так же, как с некоторыми другими опциями. Ну, тут надо смотреть. Также по поводу лицензирования. Несколько лет назад Oracle поменял название Standard Edition, так как оно было, да, он поменял это и убрал фактически Standard Edition 1. То, что было раньше, можно было купить Oracle за очень-очень вменяемые деньги, скажем так. Вот. И несколько лет назад Standard Edition 1 и просто Standard Edition исчезли, и Oracle в лицензировании начал называть Standard Edition Standard Edition 2. Но фактически, если вы посмотрите на баннер установленной версии Standard Edition 2, он фактически говорит Standard Edition. Ничего особенного. Вот. То есть я поэтому продолжаю называть это SE. То есть, когда я говорю SE, это, скорее всего, SE 2. Вот. Oracle говорит о том, что переход с Standard Edition и Standard Edition 1 на SE 2, он прозрачен. И это действительно так, за исключением того, что вам нужно платить больше денег за поддержку. Вот. Ну и плюс, если вы захотите купить новые лицензии, то вы, разумеется, будете покупать это по прайсу SE 2. Вот. По поводу прайсинга. Oracle не дешевый. И я попробовал посчитать, сколько стоит Enterprise Edition с несколькими опциями, да, на два сервера. И, честно говоря, суммы запредельные. Вот. Но, к счастью, Oracle никогда не продает свои лицензии по лист прайсу, да. И обычно там скидки достигают 50-70%. И это считается естественным. Стандарт Edition, с другой стороны, кажется, чуть-чуть дешевле. Вот. И, ну, в общем-то, ощутимо дешевле. Это вот, разумеется, то, как я себе представляю, как складывается стоимость лицензии на два сервера, в каждом из которых 16 ядер. Ну, вопросик, а XTD это что такое? XTD это, я вот буду упоминать чуть позже, это сторонний продукт на DBVisit, который вместо как бы Data Guard, ну, что-то такое, как некая замена. Почему можно выбрать Standard Edition? На мой взгляд, это, ну, несколько причин, да. Все-таки это Oracle, это функционал Oracle, который, ну, как бы есть, да, и с которым умеют работать достаточно большое количество разработчиков, достаточно большое количество DBA, ну, и в котором есть достаточно большой экспириенс у людей. То есть это логично. Инфраструктура Oracle, да. Oracle очень хорошо инструментирован, и я считаю это огромным плюсом по сравнению, ну, скажем, с другими базами данных, да. И для меня это, как бы, одна из причин выбрать, например, Oracle. Вот. Для SE точно так же есть другие продукты, про которые я буду говорить, которые могут заменить часть функционала Enterprise Edition, да. Вот. Ну, и как простой переезд на Enterprise Edition, если вдруг не будет хватать Standard Edition, то, в принципе, это можно сделать. Вот. Итак, каких, какого функционала в Standard Edition мне не хватает больше всего по сравнению с Enterprise? Это первое — это параллелизм, второе — это секционирование, третье — это некоторые фичи, связанные с бэкапом и рекавери, да. Далее — это опции, связанные с мониторингом производительности. Это то, в чем Oracle преуспел больше всего, и то, что в Oracle на высоте. И некоторые функционалы, связанные с доступностью, да, то есть с тем, чтобы ваша база данных работала, была доступна, и вы могли при желании переключиться на другой сервер, либо продолжать работу и сделать что-то в онлайне, да. Ну, я здесь упоминаю только Data Guard и Online Index Build, но там есть еще другие, конечно же, опции. Собственно, я об этом функционале и буду говорить. По поводу параллелизма в Standard Edition. То есть что такое параллелизм? Вы можете запустить какой-то селект, да, и Oracle запустит для вас прозрачно несколько так называемых PX-слейвов, которые будут выполнять часть работы в параллеле, да. В Standard Edition нет такой возможности сделать, ну, как бы стандартный параллелизм, да. То есть нет такой возможности сказать селекту, я хочу выполнить там скан вот этой таблицы, посчитать там каунт в 16 потоков, например. Этого сделать нельзя. Но, например, вот можно симулировать параллельный апдейт и дилет из какой-то таблицы с помощью такой вещи, как DBMS Parallel Execute. Это стандартный функционал Oracle, который появился в 11 версии и который идет вместе с таким другим функционалом под названием Edition Based Definition, который тоже, кстати, доступен в SE, да. Вот. Это, разумеется, не полная замена параллельного выполнения, но это помогает вам выполнить инкрементальные апдейты, инкрементальные изменения в таблице в несколько потоков, да. Непонятно, что сделать, собственно, с селектами, с джойнами и с бэкапами, да. То есть Oracle умеет автоматически параллелить селекты, он умеет параллелить джойны Enterprise Edition, да. Он автоматически умеет выполнять бэкапы в параллели. И это все доступно в Enterprise Edition, но в Standard Edition, к сожалению, этого недоступно. Может быть, селект можно симулировать инсертом через... Вот про инсер, да. Ну вот поговорим про то, как можно симулировать инсерт. Я вот подумал немножко, как это можно сделать. И да, действительно, можно немножко симулировать это с помощью DBMS ParallelExecutor. То есть если есть какой-то простой запрос, который хочется симулировать и выполнить в параллели, такой запрос, как select owner, count star from tag row by owner, например, да. Это простейший вариант запроса с группировкой, да. Вот. Как можно это сделать? Можно создать дополнительную таблицу для промежуточных данных. Затем взять этот пакет DBMS ParallelExecute. Точно так же разбить эту исходную таблицу на чанки, паровый ID, например, да. И сказать, хочу выполнить запрос, но здесь уже будет, конечно же, не select, а какой-то мерч или insert в эту промежуточную таблицу. Но на основе вот этого чанка этой таблицы, да. Вот полный код у меня там в комментариях в этой презентации, да. Но здесь у меня только вот финальный запрос из этой таблицы. То есть когда вы запустите этот DBMS ParallelExecute, запустите несколько тредов там, которые в промежуточную таблицу складируют какие-то результаты в виде чего-то, да. Я использовал здесь JSON. То есть в чем хранить промежуточные результаты здесь, это как бы вопрос, на самом деле, предпочтение. Я вот просто взял и попробовал новые фичи, так скажем, Oracle, которые появились недавно относительно. Использовал JSON, да. То есть я беру, считаю агрегаты по части таблицы и вот этот небольшой результат складирую в эту промежуточную таблицу. А затем эти промежуточные результаты собираю уже, разбираю JSON на отдельные данные и собираю финальный результат. Собственно, это совершенно неудобно, да. То есть это совершенно, ну, я бы назвал криво, да. Это такой костыль. Но, тем не менее, это можно сделать, если захотеть, да. Если действительно хочется выполнить какой-то запрос на большом объеме данных быстро, это, в принципе, может помочь. Но что сделать с join'ами? С join'ами проблема, потому что join'ы на самом деле могут приводить к очень большим промежуточным результатам, да. И что делает Enterprise Edition в этом случае? Он эти результаты передает между, что он называет, slave set, да. И плюс ко всему он эти результаты может сохранять в темповом пространстве, да. У него есть эта возможность. У вас, как у разработчиков, в принципе, этой возможности нет. Потому что, чтобы разделять данные между разными потоками, да, в разных сессиях, нужно эти данные, ну, сделать видимыми для всех сессий. Это, к сожалению, сделать, ну, я думаю, невозможно. Вот. Поэтому как сделать и как симулировать join'ы в стандарт-эдишни, параллельные join'ы в стандарт-эдишни, я не знаю. Возможно, можно как-то прикрутить DBMS pipe, да. То есть вместо того, чтобы хранить результаты, можно, наверное, как-то их передавать через pipe. Это тоже как вариант, но я думаю, это очень… Это еще более неудобно, чем вот хранение вот в виде джейсона в какой-то таблице. Я вот сходу, я подумал, над этим можно ли это сделать. У меня не получилось придумать, как это сделать аккуратно. И, в общем, я не знаю. И также непонятно, что делать, когда у нас таких соединений несколько. И мы хотим все эти несколько соединений выполнять, ну, с использованием параллелизма. Тоже неизвестно. Дальше. Бэкапы. Вот я считаю, это, конечно, полное недоразумение, то, что Oracle в стандарт-эдишни не позволяет вам делать бэкапы в параллели. Потому что что такое бэкап? Это просто копия датафайлов, да. Она немножко консистентная, конечно, с той точки зрения, что блоки должны как бы быть не fractured, да. То есть у них заголовок и хвост блока должны быть одинаковыми. Но в целом это просто копия датафайлов. И вот Oracle в стандарт-эдишни не позволяет это делать в параллели. Что очень нехорошо. Потому что чем больше база данных, тем дольше эти бэкапы работают. И, например, если у вас база данных в стандарт-эдишни на терабайт, то это займет, то бэкап, ну, простой бэкап этой базы займет, ну, скорее всего, ну, более двух часов. Ну, скорее всего, порядка трех часов. Вот. И чем больше база данных, тем дольше эти бэкапы работают. Как можно, что можно делать и предпринимать в этом случае? В принципе, есть вот некоторые сторонние продукты. Я нашел такой продукт под названием ErmanJ. Это в раппер над Erman, который запускает, собственно, несколько копий Erman в параллели. Все, что он делает. Вот. То есть он берет и разделяет, насколько я понимаю, дата-файлы по нескольким потокам Erman и запускает это в параллель. Вот. Также он поддерживает, насколько я понимаю, и восстановление в параллели. Но этим продуктом я не пользовался. Насколько он хороший, я не знаю. Плюс ко всему он стоит денег. То есть это не, как бы, не, ну, не бесплатная опция, но какая-то, какая-то из опций. Вот. Ну, если вам хочется, в принципе, есть горячие бэкапы. Это то, что, как бы, было до Erman, и то, чем обычно все пользовались, это обычные горячие бэкапы. Мы говорим, там, alter database или alter table space begin backup. Oracle фризит, ну, перестает апдейтить заголовки дата-файлов. Вы эти дата-файлы копируете, средства операционной системы, и, в принципе, это можно делать в параллели, никто вам не запрещает. Вот. Затем говорите end backup, и, собственно, вот ваш горячий бэкап. Это, конечно же, неудобно, это old style, но все-таки это как вариант, да. То есть если база данных растет, наверное, это одна из опций. Вот. По поводу бэкапов. То есть сами по себе бэкапы – это хорошо, да, но вот как бы надо еще и делать и как бы и рекавери, да, и все остальное. Вот. То есть чего нет еще в стандарт-эдичной по сравнению с интерпрайзом? Это нет блокчейн-стрекинг. Это просто восхитительная возможность в интерпрайзе, когда Oracle может трекать, какие блоки данных действительно изменялись и бэкапить на инкрементальных бэкапах только эти блоки, да. С помощью этой возможности вы можете бэкапить многотерабайтные базы данных, в которых, на самом деле, изменений, на самом деле, за день там немного, да, за буквально минуты. То есть у меня были примеры, когда у нас там были базы данных 10-20 терабайт, и инкрементальный бэкап занимал там менее 15 минут. Это превосходно, да. В стандарт-эдичной такого нет. Нет блок-рекавери. К сожалению, это, опять же, классная возможность интерпрайза, когда вы можете взять бэкап и восстановить, поправить только один блок в табличном пространстве. Это может показаться как бы ненужным, да, но вот у меня был клиент на стандарт-эдишине, у которого как раз в пятницу вечером были битые блоки, несколько блоков в одном из дата-файлов, да. Дата-файл стандартный, 32 гигабайта. Казалось бы, восстановить его, ну, должно быть не так много времени, да. Но клиент об этом не думал, и все бэкапы были сжатые, и они лежали на медленном NFS-диске. И в результате чего, чтобы вот, собственно, восстановить вот один дата-файл на 32 гигабайта, потребовалось, ну, там, более часа, по-моему, порядка двух часов, чтобы просто прочитать этот бэкап, собственно, достать этот дата-файл, положить его на диск и, собственно, затем еще распаковывать архивные журналы и накатывать архивные журналы для восстановления вот этого одного, ну, там, не одного, два или три битых блока. Это, разумеется, влияет на доступность базы данных, ну, не целиком, но, по крайней мере, вместо перевода всего табличного пространства в оффлайн, да, блок рекавери, например, позволяет вам просто продолжать, да, то есть вы можете зарекаверить блок, это круто. Вот, и в стандарт-эдичный нет флешбек-логинга, да, это тоже одно из, одна из возможностей интерпрайза, которая позволяет вам быстро откатывать определенные изменения и делать некие операции быстро, в частности, флешбек-тейбл и так далее, да. В стандарт-эдичный таких преимуществ нет. Но как можно упростить себе жизнь в стандарт-эдичный, да? А вот с точки зрения блок-рекавери, на мой взгляд, самый простой и понятный способ – это хранить не то чтобы бэкапы, да, сжатые бэкап-сеты, да, но хранить рядом копии дата-файлов. Это на самом деле делают не только клиенты на стандарт-эдичный, это делают на самом деле клиенты и на интерпрайс-эдичный. Они копируют, то есть делают копии дата-файлов на, ну, на какой-то носитель, который доступен с сервера. Для чего? Это для того, чтобы избавить себя от копирования и от восстановления этого дата-файла, да. То есть если у вас доступна копия файла рядышком, вы можете эту копию буквально накатить до нужной вам версии, да, поменять дата-файл, сделать свитч и, собственно, привести его в онлайн. То есть это изменение позволяет вам добиться, ну, не то чтобы блок-рекавери, да, но позволяет вам сократить время восстановления в случае какой-то непредвиденной ошибки. По поводу блок-чейндж-трекинга, наверное, самый разумный вариант – это переводить некие архивные данные в, собственно, в редонные табличные пространства и, собственно, копировать меньше. То есть это, опять-таки, логичный способ уменьшить время бэкапа. Но это требует собственного времени, это требует изменений там в структуру базы данных, скорее всего. Это требует каких-то ручных манипуляций и так далее. Секционирование. Секционирования в стандартной дичь не нет. Соответственно, довольно сложно работать с большими таблицами. Таблица становится уже большой. Наверное, с объемов примерно гигабайт так 100-200. А все почему? Потому что нет параллелизма. То есть в один поток читать 100 гигабайт – это, конечно, можно. Но это займет, по крайней мере, минут, наверное, 10-15. А когда ваши таблицы растут до размеров примерно 500-600 гигабайт, становится совсем грустно все. И что делать в этом случае? В этом случае, наверное, делать ручное секционирование. Так как это было в Oracle до того, как появилась опция секционирования Oracle 8. В Oracle были partition views. Они были в Oracle 7. Это точно знаю, что они были. Но, к сожалению, не застал. В то время я был в школе. Минусы – это, конечно, вот такие вещи требуют изменения в структуре базы данных. И это не всегда возможно. Это требует дополнительных ресурсов и так далее. Плюсы – это, ну, как это, informational lifecycle management. Когда вы можете сказать, какие данные у вас архивные, а какие у нас оперативные – это круто. Вы можете там их перевести в редонное табличное пространство, бэкапить их изредка и так далее. То есть это хорошо. Вопрос. Тимур, расскажи, пожалуйста, а вот partition views – это что? Ага, вот вопрос про partition views. И как раз я хотел сказать, что я на этом не буду останавливаться подробно, но вот Илья Деев тут как раз расскажет про то, как он с этим работает в стандарт-эдишне. Закончишь свою презентацию, я в конце же. Ну, хорошо, давай тогда в конце. Илья расскажет про то, как он работает со стандарт-эдишном, и как они, собственно, работают, используют вот эту штуку. Вот. Active Session History – это такая функциональность, которая появилась в Diagnostics Pack версии 10G. Это, по сути, тула для перформанс, для диагностики производительности базы данных, которая всегда включена. И которая позволяет находить проблемы с производительностью в базе в подавляющем большинстве случаев. Последнее время я, кроме, собственно, Active Session History, практически никакими другими тулами не пользуюсь. И это основной источник информации для меня. Вот. Из неприятностей эти данные хранятся в памяти, да, это такой буфер. И только 10% этих данных, то есть каждый десятый сэмпл попадает на диск. Поэтому, к сожалению, все, что не в памяти, это, ну, такое, это разреженная версия данных. Да, еще вопрос. А чем ограничено вот это вот место? Это какой-то парад? Вопрос, чем ограничено место в диске. Есть такой человек по имени Джон Березневич. Это бывший архитектор в Oracle, у которого есть несколько презентаций по архитектуре Ash. И у него там есть, в частности, несколько параметров, которые регулируют размер буфера. А там есть несколько underscore вот этих вот скрытых параметров, которые, в принципе, можно поменять. Можно сделать больше буфера. Можно, например, кстати, вот эту вот опцию по тому, сколько сэмплов попадает на диск, поменять. Но тогда нужно быть очень аккуратным. Интервал времени? Нет, поменять вот не то, что каждый десятый сэмпл на диск, да, а можно каждый первый, например. По-моему, это можно поменять, но я это никогда не пробовал. Вот. Что в стандарт-эдишне? В стандарт-эдишне, разумеется, многим захотелось иметь то же самое. И есть два open-source продукта, которые позволяют это эмулировать. Это первый — это simulated edge, и второй — это edge viewer. Собственно, первый — simulated edge — это дополнительная база данных, которая работает и собирает у себя в репозитории данные с других баз данных. То есть во всех базах данных работают джобы, которые собирают что-то похожее, да, и передают это в репозиторий в общий. Соответственно, там используется ручное секционирование, один день, одна таблица. Соответственно, вы имеете историю на 30 или 31 день. Минус — собирает, к сожалению, не все данные. То есть те данные, которые собирает обычный edge, simulated edge не всегда собирает. Плюс — это open-source. Там могут быть проблемы. На одном из клиентов я это пробовал использовать. Это, в принципе, работает, но нужно допиливать руками. Вот. Ash Viewer написал Александр Кордополов из JetInfo Systems. И это было написано для одного из заказчиков и потом выложено в open-source. Фактически это GUI-шное такое приложение, которое позволяет симулировать экран топ-активити Enterprise Manager. Плюсы — это программка хранить данные в локальной базе. То есть вы можете хранить данные на месяц, например, или на год. Насколько вам кажется удобным. Минусы — нет прямого доступа с помощью SQL. То есть вы не можете написать запрос к этим данным. То есть вы можете посмотреть какие-то картинки типа вот такого. Ну вот так это выглядит на Linux и как он работает вот на версии 12.2. Он способен эмулировать ActiveSession History и опрашивать VDollar Session и хранить в себе эти данные. Но, к сожалению, вот эти данные видны вот только в виде графика. А написать запрос, отдайте мне все сессии, которые ждали там какой-нибудь NQ и покажите мне какие-нибудь там детали этого, этого, к сожалению, нет. То есть минус такой. Стендбай. По поводу стендбая в SE. Тут тоже все печально. То есть вы можете взять базу данных открытия в маунте на другом хосте и применять архивные журналы с продакшена руками. Это все можно делать. Не можете это делать автоматически, к сожалению. Это вот такое ограничение Standard Edition, к сожалению. Полу автоматически скрипт. Полу, да-да-да. То есть вы можете это делать руками. А вот так, чтобы сказать Oracle, alter database, бла-бла-бла, как он там называется, begin. В общем, я забыл эту команду. Начни, в общем, manage recovery. И этого сделать нельзя в стандарте. Можно только автоматически применять изменения и накатывать эти изменения на стендбай. Соответственно, нет прямой возможности сделать логический стендбай средствами Oracle. Вот. Однако в 12.2 появилась такая интересная возможность, как обновлять плагабл дейтабейс по расписанию. Это еще одна интересная как бы идея Oracle, да. В Enterprise Edition появилась функция Multi-Tenant, которая позволяет нескольким базам данных работать на одном хосте как бы независимо. Да. И вы можете взять и базу данных, и, грубо говоря, unplug, ну, то есть как бы вытащить ее и plug в другую базу данных. Так вот, для упрощения миграции со Standard Edition на Enterprise вы можете Multi-Tenant базу данных создать в Standard Edition с одним плагабл дейтабейсом. Но вот помимо этого у вас есть возможность обновлять плагабл базу данных из другой базы данных по дебелинку, по расписанию. То есть вы можете сказать, я хочу обновлять вот мою плагабл базу данных раз в минуту вот с той плагабл базы данных. И фактически это как бы стендбай, да, на Standard Edition. Ну, а там какие-то механизмы используются? Я не знаю, к сожалению, какие механизмы это используют, но там я вот посмотрел на этот блок и порадовался. То есть там создается действительно дебелинк, создается плагабл база данных, которая должна обновляться по рефрешу, вот и все. А плагабл разве работает? Вот это то, о чем я говорю. То есть вы можете создать плагабл базу данных одну в Multi-Tenant, все. Вот так. Это вот Oracle, то есть он вам упрощает переезд на Enterprise, да, на Multi-Tenant базу данных. Ну, вроде бы, с 12.2 там не может быть не плагабл база данных. Вопрос, нельзя ли, можно ли обойтись не плагабл. Oracle официально non-plugable архитектуру объявил deprecated, но по факту вы можете создавать базу данных как вам угодно. Плагабл, non-plugable, это ваше дело. В стандарт-эдишни, как я уже говорил, самый простой вариант – это ручное копирование архивных журналов и применение на стендбайе, да. Это, ну, позволяет вам добиться времени там, точнее не времени, а recovery time objective и recovery point objective. Ну, так, в районе пяти минут, нескольких минут. Это, в принципе, разумно. Также есть несколько продуктов, которые позволяют это сделать более легко. То есть они автоматизируют за вас некоторые операции, и вы просто ставите этот продукт под названием DB-Visit Replication. И он вам эту репликацию, и даже стендбай автоматически создает, настраивает эту репликацию. Там вы можете мониторить, как она работает, плюс много разных других функционалов. Я сам, к сожалению, этот продукт не использовал, да, но я знаю, что у нас в компании внутри используется именно этот продукт для репликации нашей продакшн-системы, которая, собственно, реплицирует данные из одного дата-центра в Канаде в другой дата-центр в Лондоне. Вот. И, насколько я знаю, работает неплохо, но также я слышал, что есть какие-то проблемы со временем свитч-овера. То есть… Да, они, по-моему, все технологии такая же, как вот первая ручная копировка, сколько я помню. Да, 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 да. То есть в зависимости от того, какая частота ротации реда, у вас будет интервал выросать? Помимо этого, насколько я понял, у них там какие-то еще другие есть проблемы. И вот время свитч-овера, насколько я знаю, оно немножко, ну, не устраивает людей по сравнению с энтерпрайзом, да. То есть в энтерпрайзе вы там очень быстро можете переключить одну базу данных, ну, праймари на стендбай переключиться, ну, достаточно быстро. Вот. А у них есть еще также, помимо репликейт, есть еще опция… Точнее, нет, помимо стендбай есть опция репликейт, где вы можете организовать логический стендбай, да. То есть, например, для репортинга или еще для чего-то такого. Точно такая же похожая опция есть в парадокте под названием SharePlex, который тоже является логической репликацией Oracle с одного хаста на другой. Вот. А у нас тоже клиент был с SharePlex, к сожалению, я тоже достаточно плотно, я с ним не работал. Я знаю, что он позволяет делать, ну, там, логическую репликацию, и это вроде как работает, устраивает, но не могу ничего комментировать. Хорошо, вот коллеги говорят, что работает отлично. Десять лет работает. Хорошо. Ну, разумеется, все эти продукты стоят денег. Не столько же, сколько Enterprise Edition, но каких-то денег стоит. Online Index Build. То, о чем я говорил, это как раз то, чего нет в Standard Edition, да, и чего, в принципе, очень-очень хотелось бы иметь, потому что, когда хочется создать индекс на большой таблице в Standard Edition, то проблема того, что вся таблица блокируется на время создания этого индекса, это означает, что вам нужен даунтайм. Этот даунтайм тем больше, чем больше эта таблица. Создавать индекс на терабайтной таблице, это в один поток, это уже большая-большая-большая проблема. И как минимизировать время этого даунтайма? Ну, я немножко подумал, и вот думаю, что это можно немножко сделать с использованием, ну, вот создавая дополнительную копию таблицы рядышком, да, создавая полностью на ней индексы, которые вам нужны, констрейнты, чек-констрейнты на этой таблице, да, затем останавливая приложение, меняя таблицу с той, на которой вам нужно создать этот индекс, затем создавая все констрейнты уже enable no validate, да, то есть это все DDL операция, и это, в принципе, все хорошо. Затем стартуя приложение и дальше уже валидируя констрейнты, это онлайн-операция, то есть это не требует никакой блокировки. Но минусы у всего вот такого, это то, что вам нужно быть очень аккуратным, скажем так, да, и это требует дополнительных телодвижений. Я никогда, на самом деле, ничего такого не пробовал, потому что мне кажется очень сложно уговорить клиента на что-то подобное, честно говоря, вот. Advanced Q есть? Кто? Advanced Q есть? Ну, любое слово advanced в стандарт-эдишне нет. Нет, 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 есть, Advanced Q есть в стандарте, мы используем. Серьезно? Можно было бы какой-нибудь триггер запереть, который бы копил изменения на основной таблице? Не, ну, как бы, в принципе, Matview Log, Matview Log, то же самое. То, что Тимур привел, очень похоже на работу пакета NMS Redefination, да? Да, да, да. Он есть, но не немножко работает стандарт, там какие-то блокировки страна возникают. Да, да, есть. Да, да, есть. Да, да, есть. Да, да, есть. Да, он официально не работает, то есть официально этой опции нет, но, как бы, он там есть. Да. Ну, в общем, примерно такой же порядок действий. Да, 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 да. То есть можно самому воспроизвести. Да, и еще смешная особенность Oracle. Вот в 12-й версии Oracle появилась такая странная команда DropIndexOnline. Она нужна для того, чтобы избежать ошибки resource busy, по сути. То есть у вас операция начинает ждать, и это, по сути, аналогично DDL LogTimeout. То есть вы можете это в сессии поставить, и вот если у вас какой-то DDL хочет блокировку, но у вас есть онлайн-транзакция, он просто будет ждать. Так вот, DropIndexOnline, вы не поверите, но он есть в Standard Edition. Почему он есть, я не знаю, но он там есть, и он работает. А вот CreateIndexOnline этой опции нет. Это вот, к слову, еще о непоследовательности Oracle в отношении Standard Edition. У меня все. Я, пожалуй, передам слово Илье Дееву, который немножко расскажет про секционирование в Standard Edition, то, как они работают с большой таблицей. В общем, у нас такая система биллинговая, но не только биллинговая, там все вместе было, в которой очень много всяких событий регистрируется по пользователям. И вот встал вопрос, поскольку в Standard Edition нужно было как-то использовать что-то типа секционирования. Ну вот я несколько лет уже этой темой занимался у нас, и вот такой немножко громкоговорящий заголовок Extended Partitioning. Ну я поясню, я в кавычки взял, я сам такой термин придумал. Ну какие компоненты используются у нас? Почему Extended Partitioning? Потому что Partitioning не только в рамках одной базы используется, но еще и секции есть на архивной базе, и даже есть секции в Postgres. Я хотел сделать отдельную презентацию, но, к сожалению, не успел реализовать это все на нашей продакшн-базе. У нас был пилотный проект, когда мы там данные одного года перевели в Postgres, и это все работало с некоторыми ограничениями, особенностями и так далее. Но, в принципе, удовлетворяло. И мы будем, планируем, по крайней мере, переносить архивные данные в Postgres. Может быть, в следующий раз я сделаю отдельную презентацию. Но, в общем, какие компоненты используются? Standard Edition 2. Дальше Oracle Database Gateway — компонент, который позволяет обращаться в другие базы данных, ну, в частности, в Postgres. Unix-ADBC плюс Postgres-ADBC-драйвер на том же сервере у нас находится, и дальше идет обращение в Postgres 9.6 сейчас стоит. У нас есть такая табличка Account Action. Это как раз-таки логи действий пользователей. Я думаю, что во многих системах есть такие таблички, где нужно регистрировать какие-то данные. Они туда попадают, не меняются, и нужно хранить этот архив, чтобы, например, у нас support постоянно обращается к этим старым данным. Я у них спрашивал, вам действительно нужен 2010 год? Да, говорят, нужен. Иногда нужен. Вот. И эти данные должны быть доступны. К ним нужен прозрачный доступ. Их очень много. То есть они у нас занимают более половины объема. Вот если посмотреть на статистику... А как здесь включается? Сделочка вправо. Нет, указатель. Указатель вот этот красивый приказатель. Ага. Если посмотреть на статистику, вот в основной базе у нас всего сейчас 800 гигабайт. Из них за последние три года этих экшенсов почти 300 гигабайт. И в архивной базе Bill.Arch за четыре предыдущих года еще 469. Ну, то есть получается, что где-то половина данных – это вот именно вот эти архивные логи действий пользователей. В общем, стандартное секционирование недоступно. И решением стало использование такого своеобразного псевдо-секционирования на основе partitioning view. Вот спрашивали, что такое partitioning view. Я нашел этот термин только в документации по Oracle 7. Начиная с Oracle 8, по понятным коммерческим причинам, этого термина уже нет. Есть стандартное секционирование, которое надо покупать, предварительно купив Oracle Enterprise Edition, потому что это опция дополнительная именно к этой версии. Ну вот, в общем, что такое partitioning view? Это просто такое представление, которое объединяет несколько таблиц отдельных. Допустим, у нас это отдельные помесячные таблицы с данными в виде такого view, select звездочка from таблицы, union all, select звездочка from таблицы и так далее. И оптимизатор имеет некоторые встроенные возможности по обработке таких запросов, которые обращаются к этому view. То есть что-то типа partitioning running, чтобы можно было исключать ненужные секции, если мы обращаемся к данным по какому-то ключевому полю, ну, например, за конкретный месяц. Сейчас я чуть поподробнее объясню, как это у нас устроено. Вот начало определения view. Каждая секция — это отдельная табличка. Ну вот, например, User Account Action 2015.01 — это январь 2015 года. Дальше идет февраль и так далее. Понятное дело, что это не очень удобно. Это нужно, ну, в начале каждого года, вернее, в конце предыдущего, мы делаем 12 секций таких, 12 таблиц отдельных, достраиваем это view, и дальше целый год работаем. Эти данные заполняются с помощью специальной процедуры. Идет вставка в различные таблицы, соответственно, текущей дате. И есть некоторые особенности, которые делают перспективным использование Postgres в нашем случае. У нас одно из главных полей — Action Description. Это поле, в котором хранится JSON с атрибутами и значениями. Дело в том, что, насколько я слышал, в Postgres, в последней версии, по крайней мере, в Postgres Professional, собирались сделать архивацию JSON на уровне самой базы данных. Ну, то есть делать такие вещи, типа присвоение ключей каким-то повторяющимся полям. Ну, вот мы сделали это давным-давно в виде таких вот кодов и соответствующих расшифровок этих кодов, ну, через словарь свой. То есть, например, там 19, решетка 19 — это там Payment System атрибут, там 18 — это Pay Sum, типа сумма оплаты, ну и так далее. В общем, принцип понятен. И на уровне View сделано обращение к функции, в котором происходит декомпрессия как бы вот этого сжатого представления в такое вот более полноценное представление JSON. И дальше этот JSON читается и выводится уже в интерфейсе в более понятном пользователю виде. В общем, так вот устроена наша табличка. Вообще, я сейчас приведу несколько интересных слайдов. Идея родилась после посещения ереванского завода Арарат коньячного. Кстати, вот здесь не виден один слайд. Странно, это, видимо, глюк LibreOffice. В общем, там была такая большая бочка со спиртом. Это была несекционированная таблица. Она реально где-то до потолка, а такой диаметр у нее метр четыре. В общем, это была наша таблица до секционирования. На этом слайде, кстати, это уже третий слайд даже. Это как сейчас у нас устроено, но уже время на исходе. Слева находятся данные за три последних года. Справа находятся данные в архивной базе. А вот там вот далеко за ними надо ходить, но за ними ходить надо редко. Это данные в Postgres. Конечно, к ним доступ вот через ту систему Unix ADBC, ADBC Driver осуществляется значительно медленнее, но поскольку эти данные реально нужны довольно редко, ну там несколько раз в день, но каждый день, и саппорту они нужны. То есть это не то, что используется очень часто. Ходить за ними можно, в принципе, не торопясь. Есть несколько особенностей и ограничений, но я сейчас не буду о них рассказывать. Потом, может быть, удастся сделать хорошую нормальную презентацию. Но, в принципе, несмотря на все эти ограничения, пользоваться такой схемой вполне возможно. Я думаю, что мы в итоге все вот эти архивные данные перенесем потом вот туда. И тем самым разгрузим архивную базу в Oracle, будем использовать там дешевые диски и сервер, которые крутятся на Postgres, ну и, в принципе, тем самым оптимизируем наши расходы, так сказать. У меня все. А у меня вопрос. А как все-таки Oracle понимает, какую таблицу у проник? На самом деле, что? Там есть такие специальные поля. Помимо полей специальных, что должны быть условия, на самом деле? Вот мы условия не использовали. Я пробовал констрейнты. Я пробовал констрейнты игнорирует оптимизатор. Нужно ставить именно условия where. Вот в этих запросах. Да. Но мы пошли немножко другим путем. Мы используем вот такое ключевое значение, там, год и месяц. И в запросах, соответственно, прописываем. Но это общая практика. Даже при обычном секционировании часто такое делают. Там указывают конкретное значение для ключевого поля, вот этого, по которому идет пронинг. И благодаря этому оптимизатор уже на нашей стороне основного сервера знает, что нужно исключать, там, те данные, которые находятся в архивной базе, не обращаясь к этой архивной базе, что их нужно исключать из обращения к данным по сгрессу, хотя они вообще в по сгрессе уже находятся. То есть оптимизатор знает, что вот по этим ключевым значениям такие-то данные нужно брать. И берет только то, что нужно, то есть исключая все остальное. А у вас есть такие варианты, когда вы вот в этих маленьких юмин-болах, под запросиках, обращаетесь не к одной таблице, а, например, к дюшке или к джойнам? Ну, с этим, кстати, больше проблем. Я пробовал. Иногда хорошо получается, иногда плохо. Там зависит, конечно, от запроса. Вот у нас это простой вариант, просто вывод событий из единой таблицы, и больше ничего не требуется. Но это вот больше половины объема базы. Поэтому в нашем случае это все очень хорошо работает. Просто мы делали, например, подобное, но мы брали данные не из одной таблицы, а из вьюхи или из джойна, и столкнулись с проблемой, что предикаты не всегда хорошо пушатся внутрь каждого. Да, есть такая проблема. Но я сейчас не могу ничего по этому поводу сказать. К сожалению, в последнее время я этим не занимался так активно. Может быть, есть какие-то обходные варианты, и можно поднастроить что-то хентами и так далее. Но, в принципе, да, проблема такая существует. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.